На сессии Дальневосточных институтов Российской Академии Наук учёные обсуждали не только новые исследования и открытия. На первое место вышли вопросы социальной обеспеченности учёных. Вместе с главой Приморья Олегом Кожемяко научное сообщество «Края» обратилось к проблемам зарплат, транспортно и жилья для учёных. Дальневосточные учёные на пороге мирового открытия работают над созданием препарата, который поможет излечить рак. Разложив строение водорослей на молекулы, обнаружили вещество, обладающее высокой противоопухолевой активностью, способное нейтрализовать злокачественные клетки в организме человека в момент химиотерапии. Можно облучить участок, там, где опухолевые клетки сосредоточены, вызвать образование на их поверхности специфических рецепторов и дальше ввести это наше вещество. Оно преимущественно будет связываться с опухолевыми клетками и действовать на опухолевые клетки. Таким образом, удастся снизить проявление токсических эффектов, потому что химиотерапия, ну, в общем, всем известно, что это не очень хорошо для организма. Проект получил статус международного. Теперь над ним работают учёные в Германии, Дании и Китае. Предмет исследования сплошь обитателей дальневосточных морей, хорошо изучив которые, мир получит лекарства, способные излечить рак. О подобных достижениях учёные дальневосточных институтов Российской Академии Наук говорили на научной сессии. Сегодня им важно определить, какие направления особенно актуальны для экономического развития Приморья. Заинтересован в этом и глава региона. Но кроме этого есть блок накопившихся социальных проблем. В своём вступительном слове Олег Кожемяка обозначил сразу несколько. Основная из них – низкая зарплата учёных. У нас была практика поддержки учёных и научных сотрудников, тех, кто поступает непосредственно на работу в отделение. Мы можем рассмотреть и здесь, в Кирмоле, поддержать молодых учёных. Это может быть год непосредственно и по оплате коммунальных услуг, по съёмкам помещения. Такие меры поддержки учёным сейчас крайне необходимы. Бедственную ситуацию они не стали скрывать и в прошлом месяце вышли на акцию протеста. Федеральный центр обещал в этом году повысить зарплату всех российских учёных на 200%. Но коснулось это только коллег в Москве и Санкт-Петербурге. В Приморье научные сотрудники получают в три раза меньше, чем в столице. Нужно вводить совсем другие принципы оплаты труда учёных. Это не должно быть связано с территорией, на которой он работает. Там отличаться она может быть, как она всегда отличалась. Были какие-то районы, как центр, за особые условия труда там. Это всё было. Но не было принципиальной оплаты, базовой заработной оплаты. А сегодня отличается базовая заработная оплата. Другой вопрос. Земельная огромная площадь в пригороде Владивостока, на которой расположены институты ДВО РАН, до сих пор юридически не оформлена. Хотя советская власть передала учёным земли в бессрочное пользование для строительства служебного жилья, школ и детсадов, территория активно застраивается коммерческими объектами. Несмотря на это, по улице Маковского всё-таки начнут строительство ведомственного детсада. Об этом Олег Кожемяка сообщил учёным. Уже пройдена конкурсная процедура и определён подрядчик. Для решения семейного вопроса мы предложили поставить консервирование к области страны для университета, имущественных отношений и администрации города Владивостока. Кроме того, с сегодняшнего дня по 10 декабря в тестовом режиме пригородный электропоезд будет делать дополнительную остановку на станции «Чайка». С этой просьбой учёные ранее обращались к Олегу Кожемяка. Плава региона договорился с железнодорожниками. И если в этот период в день будет проезжать до 50 человек, то поезд будет курсировать постоянно. Виктория Лобецкая, Максим Евсеев, Панорама.